Хочу поделиться с вами, как можно вкусно приготовить тушеную капусту. Я взяла мясо свинины и нарезаю небольшими кусочками. На такие, чтобы легко можно было взять вилочкой. Конечно, мясо можно брать любое. Хоть говядину, хоть курицу, какое вам нравится. Такую тушеную капусту очень хорошо готовить на ужин. Она получается вкусная и не очень тяжелая. Посуду для такой капусты желательно брать с толстым дном. Я взяла вот такой казаночек. Укладываю в сухой казаночек наше мясо и обжариваю его до золотистой корочки. Огонь у меня самый большой. Как только наше мясо хорошо зажарилось, я наливаю полстаканчика сырой водички и оставляю минут на 20 готовиться. Пока наше мясо варится, я приготовлю овощи. Лук нарезаю на четвертинки и вот такой мелкой соломкой. Морковь тоже нарезаю не сильно крупно и не сильно мелко. Такую мелкую морковку я вообще просто вот так колечками нарезаю. А которая покрупнее, то буду нарезать напополам, потом еще раз напополам. И вот таким кубиком, не сильно мелким. Капуста получается очень вкусная. Насколько внучка у меня не любит тушеную капусту, но когда все съели, она попросила, чтобы на следующий день я приготовила еще капуста. Вот это у меня полвилочка средней к качам и нарезаю ее не сильно мелко тоже. Вот так. И напополам. Все. Чеснок 3 зубочка тоже нарезаю мелким кубиком. Если хотите, то чеснок можно продавить через пресс или натереть на мелкой терке. Все наши овощи уже готовы. Капуста, морковь, лук, чеснок. Мясо уже тоже обжарилось. Вся влага испарилась с него. Добавляю в него чеснок. Масло растительное я пока не наливала. Жарится в собственном соку. Лук. И все обжариваю. Лук обжариваю до мягкости. И морковь. Морковь тоже обжариваем до мягкости. И после того, как я добавила морковь, я добавляю немного растительное масло. Совсем самую малость. Вот так морковочка наша обжарилась. У меня здесь 150 грамм томатного сока. Сок у меня домашний. Как я готовлю такой томатный сок, подсказку вы сможете найти в правом верхнем углу. Нет томатного сока. Возьмите столовую ложку томатной пасты и залейте 150 грамм воды. Теперь идет сюда капуста. Накрываю крышкой. Немного протушу. К нашей капусте я буду подавать толченую картошечку. Как я готовлю толченую картошку, ссылку вы тоже сможете найти под этим видео. Хорошо теперь перемешиваю, как только капуста немного осела. Все перемешаю. Добавляю теперь сюда хмели-сунели, паприку, черный душистый перчик и соли. Все добавляйте по своему вкусу и по своему желанию. И опять все хорошо перемешиваю. Все опять накрываю крышкой и тушу минут 15. Огонь у меня средний. Посмотрите, какая капусточка у нас получается. Она уже готова. Вкусная-вкусная получается. Мы будем накрывать на стол. Картошку я выдавила на тарелочку в круг и положила капусту. Всем приятного аппетита!